Сучасная техника, максимальная объективность у подачи информации, увага до леса у простых людей и, зразумела, захопленность журналистикой. Об тем, до чего требует мкнуться, а где можно брать из региональных СМИ приклад, разважали сегодня у стенах телерадиокомпании «Гомель». С визитом тут побывало керавництво Белтелерадиокомпании. Подробности у сюжете Марина Джалой. Региональные медиаресурсы зауседы будут приоритетными у мясового насельництва. Близкие до человека мясцены, подеи и люди. Об этом зауседы цикава и важно ведать. Головное – рассказывать об усім не только информативно и объективно, а ле и широ. Для этого треба не только любить свою профессию, ле и отшувать отказность за каждое сказанное слово. Сегодня зрителю важно не только узнать какую-то политическую новость или экономическую. Мне кажется, люди хотят видеть какие-то проекты про людей. И вот даже мы в агентстве теленовостей делаем на этом акцент. И когда даже готовим самые серьезные материалы, мы это называем «набрать фактуры», мы всегда ориентируем наших корреспондентов на то, чтобы в Львове даже в самом серьезном материале присутствовали люди. Присутствует точка зрения людей, судьбу людей, истории людей. Потому что это всегда интересно. Это моральный аспект «Аднольковый» для усіх СМИ. Для поспеховой працы телебачення важной роли и практичным моментом. Это стабильная материальная становища и сучасная техника. Вопрос денег, конечно. Это вопрос зарабатывания денег и закупки хорошего современного оборудования. Одно связано с другим. Будут хорошие кадры, будут хорошие программы, будет реклама, будут деньги. И это такой круг, который должен замкнуться. Вот к этому нужно стремиться. В целом я посмотрел самостоятельно, достаточно состоявшееся телевидение и тем более радио. Поэтому, мне кажется, в том же духе посмотреть на нас, на тех, кто работает в Минске, кое-что перенять. Но вообще лучше свою самобытность сохранять. Гомельское областное телебачение поступово переходит на вершание ООЖДИ. Наши новины, которые транслируются на телеканале «Беларусь-1», переходит на життя вилле, прикладно два месяца тому. Программы регионального канала «Беларусь-4» целиком ООЖДИ начнут спрацовать в осень. Новый формат повышает не только якось видео, а и поширает махтшимость телебачения. Здесь, безусловно, мы рассчитываем на помощь Белти-радиокомпании. Но этот переход – это вопрос не чисто технический. HD-картинка, она более яркая, контрастная, насыщенная. Она эмоционально погружает зрителя в ту реальность, которая показывается. И поэтому у наших операторов, режиссеров, да и редакторов тоже будет очень много работы для того, чтобы научиться пользоваться этими техническими возможностями. Но коллектив у нас молодой, амбициозный, я думаю, мы справимся. Подчас встречи с коллективом областной телерадиокомпании, которая была для нового керавництва БТРК «Першой», огучена шмак цікавых пропанов и планов. У приватности разговора шла про больше тесное сопротивление с агентством «Теленовин». Коллектив цікавило питание будовництва медиа-центра в Минске, а так само махчимость стажировки творческих работников у Белти-радиокомпании и за мяжой. Марина Джалая, Валерия Хапанько, телерадиокомпания «Гомель».